Разбившись на четыре команды, подростки в возрасте от 14 до 18 лет примеряли роли, как принято сейчас говорить, креативщиков. Был такой замечательный человек Макаренко, который говорил, что нет ничего лучшего, как коллективно-творческая деятельность. Соответственно, мы решили, что ребятам в возрасте 14-18 лет нужно давать как потворить и, соответственно, объединить их вокруг определенной задачи и цели. Я надеюсь, что именно нестандартность мышления, нестандартность предложения, мы просто в какой-то момент я сказала, зачем мы здесь собрались, если вы мне говорите шаблонные решения, стандартные. Хочется нестандартного, хочется того, что, возможно, еще не придумано, придумается здесь и вами, и такие моменты есть. Четвертый муниципальный лагерь молодежного актива по делу организовывала сама молодежь, кто два года назад принимал участие в первом форуме и на сегодняшний день ведет широкую общественную деятельность. Многие являются членами территориальных советов молодежи. Они стали кураторами форума и помогали студентам проявить себя. Моей задачей являлась функция куратора, скажем так, функция ангела-хранителя команды, поддержание внутренней атмосферы и направление людей в нашей команде в нужное русло. На второй день пребывания в лагере между командами прошла жеребьевка, в ходе которой каждая из них определилась с заданием. Идея для всех была одна – организовать креативное, нестандартное мероприятие. А вот место, время года и тематика командам выпали разные. Команда на удачу придумала интересное решение для, казалось бы, банального фестиваля профориентации. Название они ему дали вполне в концепции города Видное. Ленинский район – сад возможностей. Этот фестиваль разделен на три этапа, где ребята узнают о истории Ленинского района, выдающиеся личности расскажут, как они достигли успеха в нашем районе. И напоследок в торжественном зале Дворца спорта пройдет профориентационный фестиваль, где каждое предприятие будет представлять свое дерево, на котором будут висеть продукции, которые производятся на предприятии. Командная работа на общее дело – одна из основных задач, которую ставили перед собой организаторы молодежного лагеря. Путем сплоченной деятельности научить ребят общаться, слышать друг друга, уважать чужое мнение и находить интересные решения в обычных условиях. Делаем эти лагеря, чтобы дети могли общаться, чтобы мы могли выявлять общественников хороших сначала, тех, кто будет какую-то общественную нагрузку полезную нести, из которых потом с помощью социального так называемого лифта мы будем их приглядывать, присматривать, предлагать где-то учиться, работать и потом, чтобы они могли остаться в районе, приносить пользу именно району. Оценивать представленные молодежью проекты в лагерь приехали вип-гости, люди, которые долгие годы занимаются общественной деятельностью и за плечами которых не одно успешно проведенное массовое мероприятие. На их взгляд, все команды задачи справились и все проекты имеют место быть реализованными. Благодаря такому лагерю, благодаря такой возможности, мне есть чем сравнить, потому что я видела предыдущий лагерь. На сегодняшний день проекты намного реальнее, намного продуманнее, и их есть большая возможность сегодня воплотить без какой-то поддержки. То есть дети продумывали все этапы этого проекта, начиная от проекта финансирования до его конечного результата, до конечной цели, что на сегодня, конечно, очень важно. Большую функцию выполняла команда медийщиков. Они освещали лагерную жизнь, фотографировали, снимали видеоролики, размещали информацию в социальных сетях. В завершении лагеря юные представители СМИ показали гостям фильм обо всех проведенных с пользой днях. Юлия Погасян, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова. Видно-ТВ. А у нас в гостях Анастасия Бура, участница форума по делу. Настя, здравствуй. Здравствуйте. Форум проходил уже в четвертый раз. Скажи, ты принимала участие впервые? Да, в этот раз я была впервые. И какие твои ощущения вообще, какие впечатления, что ты нового там узнала? Мне кажется, что это все-таки прекрасная площадка для нашей молодежи в районе. Почувствовать себя достаточно взрослыми и почувствовать ту открытость и то доверие от правительства уже непосредственно. Я так понимаю, что у вас были несколько команд, которые, каждый из них, занимались своим проектом. Расскажи подробнее о своей команде и о том, что вы там делали. Нашей команде дали зеленый цвет, очень символично, кстати говоря. И нам выпала такая честь делать мероприятие для детей от 5 до 10 лет в летнее время года. И непосредственно уже это мероприятие должно было быть связано со спортом. Мы сделали спортивный фестиваль, чтобы показать детям разнообразие видов, все-таки, какие они существуют у нас в спорте. И, конечно же, дать им понять, что у нас существует много секций, куда они могут пойти и развивать свои навыки. Характеризуй, пожалуйста, портрет в нескольких предложениях, среднестатистический портрет участников форума, твоих сверстников, твоих коллег. Конечно же, это все-таки открытые люди, потому что там большая часть завязана на нашем общении, коммуникации, это без этого никуда все-таки. И, мне кажется, ответственность. Ни одна работа не прошла без ответственных людей и самопонимания, что тебе это нужно. Какую ты лично для себя видишь пользу участия в этом мероприятии? Мне кажется, что она для каждого будет, конечно же, своя, но по большей части, если говорить уже обо мне, я научилась именно общаться с людьми. Для меня это было тяжело, особенно в начале. Много людей, незнакомых людей. Конечно же, мелькали знакомые лица, но это было достаточно проблематично, найти вот те детальки, за которые мы смогли друг за друга уцепиться. И, наконец, как ты видишь реализацию своих проектов? Я надеюсь, я очень надеюсь, что все-таки все проекты будут воплощены в реальность, потому что скоро у нас будет их защита, и если все очень удачно сложится, то в ближайшее время вы все их увидите. Большое спасибо, пожелаем тебе и твоим друзьям удачи. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях была участница форума по делу Анастасия Бура.